В России объявили общенациональный траур по погибшим в Кемерово. Он пройдет завтра, 28 марта. А сегодня жители этого города вышли на стихийный митинг. Они потребовали сообщить точное число погибших. По официальным данным, в списках умерших 64 человека. По другим сведениям, больше 300. Среди других требований максимально прозрачное расследование причин трагедии. К собравшимся сегодня так и не вышел. Ни Владимир Путин, который все-таки прилетел в Кемерово для встречи с главой администрации, ни сам губернатор. Центральная площадь Кемерово едва вмещает всех жителей. Они пришли за правдой и за сочувствием. Многие не знают, как дальше жить после потери детей, жен и матерей. Согласно официальной информации, в жуткой трагедии заживо сгорел 41 ребенок. Но чудом усцелевшие родные погибших утверждают, что жертв гораздо больше. Погибло очень много детей и погибло именно из-за безответственности руководства. Именно руководство. Я проезжала мимо в 16.20, когда только все начало, налось, еще только горело. И то, что масштабы, это будет такого масштаба, я даже представить не могла. И больше всего меня поражает то, что они замалчивают от нас правду. Значит, списки официальные вывешены, что у нас происходит в школе. Все официальные списки в школе вывешены. Пока на центральной площади люди требовали ответа, в город прилетел президент Владимир Путин. Внезапным его приезд не назовешь, ведь трагедия случилась еще в минувшее воскресенье. Но ни он, ни губернатор Роман Тулеев так и не вышли к митингующим. Путин возложил цветы в сквере Кемерово и посетил пострадавших в городской больнице. Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия. Не выброс метана где-то в шахте. Неожиданный. Люди пришли отдыхать. Дети. Мы говорим о демографии. Теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за родильдяйства. Как это вообще могло случиться? Тем временем за полчаса число недовольных увеличилось с нескольких сотен до нескольких тысяч человек. У мемориала, где жители Кемерово возлагают цветы погибшим, появились люди с плакатами «Сколько реальных жертв? Кто на самом деле виноват? И сколько стоят ваши закрытые глаза?» Боль утраты переросла в злость, и они по-прежнему требовали правды. Отправить в отставку Тулеева, наказать виновных и детально разобраться, что же на самом деле произошло. Но даже ответы на эти вопросы не подскажут им, как продолжать жить после трагедии. Многие здесь потеряли даже больше, чем смысл жизни. Наталья Раим, Информбюро Привыкнуть к такому невозможно. У таких трагедий нет географии, национальностей и границ. Подобное может случиться со всеми и в любой точке земного шара. Оставаться равнодушным, смотря на кадры убитых горем людей, без слез нельзя. Эмоции не поддаются контролю, особенно когда читаешь последние смски детей, запертых в кинозале. Просто хочется сказать всему Кемерову. Сил вам и терпение. Алматинцы тем временем планируют объявить бойкот всем торговым центрам. Горожане присылают друг другу сообщения с призывом в ближайшую субботу отказаться от шопинга и развлечений в память о погибших в Зимней Вишне. И требуют, чтобы владельцы центров отчитывались не перед чиновниками, а перед общественностью и журналистами.